На экране он исполнял Петра Первого и маршала Рокоссовского. Этими историческими киноперсонажами и запомнился зрителям. Но в то же время многие уже забыли Владлена Давыдова, сыгравшего полсотни ролей в кино и два десятка в театре, он был настоящим рыцарем и очень трепетно собирал и хранил архив любимой труппы. Много лет он был директором музея МХАТа и он что называется вошел в историю театра на столетия. Потому что именно по его инициативе был создан музей театра. А когда его уволили, то он не смог сдержать слез и сразу же очень сдал по здоровью, как говорила его супруга. У Владлена было две дамы сердца, но женился он на одной и прожили они почти семь десятков лет. Его супруга актриса. Их называли самой крепкой, гармоничной и самой красивой семейной парой МХАТа. А Владлена называли советским Дон Жуаном. Таким заголовком пестрили французские газеты. После чего актер пять лет считался невыездным из союза. Но это целая история, о которой мы сегодня также расскажем. Его супруги не так давно не стала в живых, она прожила без малого сто лет. Владлен Давыдов принадлежит к одним из самых красивых актеров советского кинематографа, но незаслуженно забыт. Хотя его карьера с первых лет творческой биографии стремительно взлетела вверх. Он обладатель двух сталинских премий. И давайте вспомним, каким он был и как складывался его жизненный путь. Родился будущий актер в столице в 1924 году. Через несколько дней после его рождения умер Владимир Ленин. И мама решила назвать сына в честь вождя, сложив часть имени и фамилии в единое слово. Получилось Владлен, а отчество мальчик получил от отчима. Фамилия у него от мамы. Отец оставил его маму сразу же, как узнал, что та ждет ребенка. И Владлен никогда с ним не встречался. Еще со школьных лет он начал интересоваться театром, и не просто интересоваться, а решил выступать в роли юного театрального критика. Ходил на спектакли, а потом писал свой отзыв и отправлял в газеты. Так «Пионерская правда» печатала отзывы Давыдова. Кроме того, уже тогда у него зародилась мечта стать актером, и он даже отважился написать письмо Ивану Михайловичу Москвину, знаменитому мхатовскому актеру и режиссеру, в котором повествовал, что хочет стать актером, и спросил совета, что ему делать. На свое удивление, Москвин ответил юному Давыдову и посоветовал хорошо учиться. Владлен старался следовать его наставлению. Письмо от Москвина он сохранил, потом оно оказалось в музее МХАТа, которым заведовал Давыдов. Юноша с нетерпением ждал окончания школы, чтобы поступить в театральный. А в школьные годы у него был роман с одноклассницей по имени Соня. Молодые люди даже собирались пожениться, но не сложилось. Они не прошли испытания расстоянием. И для Владлена неожиданное известие о том, что девушка вышла замуж, стала серьезной сердечной травмой. Но судьба была к нему благосклонна, и послала другую девушку, на которой он женился, и вместе они составили крепкий семейный союз почти на семь десятков лет. В 1943 году Владлен поступил в только что образованную школу-студию МХАТ. Учился на курсе Иосифа Раевского. Спустя четыре года после поступления Владлен Давыдов стал дипломированным актером. И был зачислен в труппу МХАТа, которому останется верен всю жизнь. Театральный дебют для Давыдова был в образе апреля, в спектакле «12 месяцев» по одноименной сказке Самуила Маршака. Не заставил себя ждать и дебют в кино. Сыграв главного героя в фильме «Встреча на Эльбе», Давыдов сразу прославился на весь союз. Кроме того, актеру вручили сталинскую премию. А это дорогого стоило, дебют в кино, и сразу такая награда. Статный, красивый и харизматичный, Владлен Давыдов прекрасно смотрелся в кадре. Вскоре и другие режиссеры обратили на него внимание. Поклонницы осаждали молодого артиста, им и невдомек было, что тот был уже женат. Слава, как известно, имеет и обратную сторону медали. Но они с супругой выдержали и это испытание. А поженились они, будучи еще студентами. Их роман закрутился с первого курса. С победным 45-м они поженились, как раз когда страна праздновала победу. Начинали жить очень скромно. По крупицам обустраивали быт, но когда Владлен получил сталинскую премию, бытовые трудности рассеялись. Его женой стала Маргарита Анастасьева. Ее дед, Феликс Михайлович Блуменфельд, был известным композитором, пианистом и музыкальным педагогом, еврейского происхождения, о котором она сама, выйдя уже на пенсию, напишет книгу. Маргарита известна больше как театральная актриса. На большом экране она дебютировала в фильме «Испытание верности». Ленту снимал Иван Пырьев. Там молодая актриса исполнила небольшую роль Ирины. Затем прошло целых три года, и только тогда ее вновь пригласили сняться в кино. Это был фильм «Четверо». Снимал Василий Ордынский. В ленте актриса исполнила роль молодого ученого. На экране она смотрелась превосходно, статная, обаятельная, и доверенную роль сыграла прекрасно, но на удивление, режиссеры ее по каким-то неизвестным причинам не приглашали сниматься. В итоге, ее копилка фильмографии до несправедливости мала, всего лишь пять картин. Зато карьера Владлена Семеновича стремительно развивалась. Он с завидной регулярностью принимал предложения от режиссеров. После кино-ленты «Встреча на Эльбе» уже в том же году молодого актера пригласил Иван Пырьев в свой фильм «Кубанские казаки», где он прекрасно вписался в образ коневода Николая Ковылева. Одна из французских актрис, Николь Курсель, увидев фильм, а потом приехав в Москву, попросила познакомить ее с тем самым коневодом из кубанских казак. Николь попросила Владлена провести для нее экскурсию по столице. И уж непонятно, случайно или нет, но рядом оказались французские корреспонденты, которые запечатлели француженку с Владленом. А потом все газеты запестрили заголовками о том, что у Николь Курсель любовник в Советском Союзе. На самом же деле никакого любовного романа не было. Это была всего лишь невинная прогулка. И копилка фильмографии Владлена Давыдова составила 50 работ. Ему доверяли роли исторических личностей, и он прекрасно вживался в образы Петра I в кинофильме «Табачный капитан» и дважды исполнял маршала Рокоссовского в «Освобождении» и фильме «За нами Москва». Также на экране актер перевоплощался в офицера-пограничника Лунина, в киноленте «Застава в горах», в поэта Бессонова, в «Хождение по мукам», сотрудника Далеса, в «Семнадцати мгновениях весны» и многих других. А вот с театром было все не так однозначно. Ему не давали ролей. Хотя, вторую сталинскую премию он получил именно за театральную работу. Он исполнял в постановке под названием «Вторая любовь», после чего был отмечен наградой от государства. И так как Владлен Давыдов стал знаменит еще совсем молодым актером, он не окружил себя орелом звездности, но театральные коллеги некоторым образом ревновали к его славе. Поэтому лауреат двух сталинских премий долгое время имел только одну невзрачную роль. Роль лакея графини Чарской в спектакле «Воскресенье». Но он довольствовался и этим. Переходить в другой театр он не хотел, потому что очень любил МХАТ. А с приходом Олега Ефремова, в качестве руководителя во МХАТ, его супруге, Маргарите Анастасиевой, не повезло. На тот момент актрисе было 60 и Ефремов предложил ей отправиться на пенсию. Ее, конечно же, это ранило до глубины души, но и поделать она ничего не могла. Зато Владлену Семеновичу стали больше доверять ролей, и попутно он руководил музеем МХАТа. Именно по его инициативе и был создан этот музей. Он стал летописцем театра, долгое время с огромным усердием и трипетом собирал материалы, связанные с жизнью театра, и писал монографии по его истории. Также было время, когда их сын, Андрей Давыдов, вместе с отцом и матерью выходил на одну сцену. Они стали поистине легендарной, мхатовской семьей. Сын просто не мог не продолжить актерскую династию, ведь его детство прошло в закулисье. Снимался он также и в кино, причем вместе с отцом. Дебютировал Андрей Давыдов в 1972-м, в фильме «Табачный капитан». Супружеская жизнь Владлена и Маргариты складывалась прекрасно, они были образцовой парой среди актерской среды. С годами их любовь только крепла, они прошли испытанием безденежьем и славой, их отношения не пошатнулись из-за профессиональной зависти, ведь у Владлена карьера складывалась куда успешнее, в то время, как у Маргариты шла со скрипом. Но пришло время, и увольнение настигло и Владлена Семеновича. Случилось это в начале нулевых. Когда пришло новое руководство, и театр был поставлен на коммерческие рельсы, а музей, в который вложил свою душу Давыдов, стал всего лишь лишней графой в расходах. Увольнение для него стало настоящим ударом, он не мог смириться, даже не сдерживал слез, потому что он очень много сил вложил в создание музея МХАТа, а ценные архивы оказались под угрозой исчезновения. И как говорила его супруга, которая за время пребывания на пенсии свыклась с положением дел, она сумела вовремя переключить внимание на внуков, Феликса и любовь, а потом занялась написанием книги о своем знаменитом деде. То вот Владлен сильно сдал. Он стал угасать на глазах, так как потерял словно, смысл в жизни, а плыть по течению ему было не присуще. Вместе супруги прожили 67 лет. До самой смерти Владлена Семеновича, а случилось это в 2002 году. Он прожил 88 лет. А вот Маргарита Викторовна не стала в живых в 2022 году. Она ушла из жизни на 98 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова